МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады вас приветствовать. Мария Тихомирова у нас в гостях. Ну, Маша не ходит с пустыми руками, она ходит с ПП-рецептами. ПП переводится как праздничное питание. Так точно. Ладно, на самом деле, переводится как правильное питание. Но если учесть, какие ингредиенты сегодня на столе, то вполне себе очень даже и праздничные. Да? Это так. Что мы будем делать? Мы сегодня сделаем такую вкусную-вкусную быструю колбаску, которую можно, в принципе, как и в охлажденном виде есть, так и, в принципе, быстренько с духовочкой. Мы будем делать банановые оладушки, которые мы не успели сделать в прошлый раз. То есть ты решила оторваться? Я сказала, что сделаю. И будет наивкуснейший салат яблочно-овощной. Хорошо. С йогуртовой заправкой. И вот это все будет очень вкусно, быстро, полезно. Ну, в общем, все как всегда. Все как всегда. Мне нравится, да? Такой оптимизм. Хорошо. Так, мы с чего начинаем? Чем я могу тебе помочь на этом этапе? Да, наверное, с банановых оладушек. Да? То есть ты боишься просто, что мы их опять не успеем приготовить? Да. Да, да. Пусть они будут так. Так, что для них нам нужно, кроме меня и сковороды? Нам нужно для них бананы, яйца. Бананы, яйца. Блендер. Овсяные хлопья. Ну, собственно, все. Корица, куркума, соль. Потому что сахара нам, естественно, не понадобится, потому что они сладенькие будут. Бананы достаточно сладкие. И обязательно нужна куркума, правильно понимаю? Ну, хотелось бы, да. Вот мне нравится цвет, который получается. Что придает такой оттенок очень. А банановые оладушки же не будут непростые. Волшебные? Волшебные. Ну-ка, рассказывай. Они у нас будут фаршированные творожным сыром. Мы их завернем. Так, стоп, что ты сказала еще раз? Оладушки. Оладушки. Вот мы вот испекли оладушек, потом вот он раз остыл, мы вот так вот рассмазываем сыром творожным, так вот заворачиваем. А, то есть это типа сэндвичи? Или что? Как вот? Ну, ты же складываешь, да? Нет, я заворачиваю. А, прям заворачиваю? Конечно, можно и складывать. Хорошая идея подала. Так, я пошла искать куркуму, занимайся пока этим. Да, да, да. Я быстренько. Тут все просто. Бананы. Чем мне нравится этот рецепт? Конечно, естественно, что мы не добавляем, мы не добавляем муку. Вообще. Вообще. Вообще присовсем. Вообще присовсем, да. Вообще присовсем, присовсем. У нас будут вместо этого овсяные хлопья. Угу. Я вот... Можно их цельными, вот, можно как бы подумать, да? Я с тобой советуюсь. Я и так, и так готовила. Можно их цельными оставлять, да? Чтобы они прям цельными хлопушками были. А можно их прям пробить. Тебе как нравится больше? И так, и так. Я пробиваю обычно. Ну, давай пробивать. Вот, потому что, ну, мне так вот кажется, что это такой больше удачный вариант, на мой взгляд. Вот, потому что когда попадается каша, как говорит мой ребенок, слушай, я нашла 4 корицы, 4 корицы. И ни одной куркумы. И ни одной куркумы. Ну, ладно. Это же надо было съесть всю куркуму. У меня есть, зато смотри, у меня есть шафран. Давай. Давай, да? Попробуем. Конечно, ну, я вот тоже говорю всегда, надо пробовать, надо фантазировать, добавлять, потому что, ну, без этого никак. Я сейчас даже немножечко подхитрю, потому что мы замочим, да, нам же нужен вот этот цвет шикарный. А, да. И мы сейчас его получим. Так что вот бананы. Тветочком зальем, и будет. Опять же, смотри, пропорции. Как ты пришла к таким пропорциям? Это методом научного тыка? Да, и всегда, знаешь, если честно. Ты всегда получаешь? Всегда. Чего-то больше, чего-то меньше, ты тут же досыпаешь, ну, мы уже, как бы, чувствуем, да? Но ты не досыпаешь муку при этом, правильно? Нет, нет, муку. А как же вы там добавить рисовый там, ну, что-то такое? Ну, можно попробовать, но я вот, ну, вообще, правда. Ну, есть овсянка, и этого вполне достаточно. Да, 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 да. Все, то есть есть. Очень простой рецепт, на самом деле, незатруднительный. И мне кажется, что эти продукты и ингредиенты, они всегда есть под рукой, всегда есть яйца. Мне кажется, вообще есть у всех дома. Бананы, наверное, тоже. Ну, у меня дома это тот самый продукт, который не переводится, я сейчас про яйца. Вот, очень удобно, максимально быстро и просто можно приготовить завтрак, обед, ужин и даже сладенькое. Поэтому тут не вижу никаких противоречий. К тому же это продукт полезный. Все. А я знаю, что иногда вместо, вообще в рецептах, вместо, короче, яиц, вообще бананы еще добавляют. Ну, то есть вообще прям вот вместо. Потому что они дают связующее вот это вот составляющее. Красивый. А аромат что? Ну, аромат обычный. Кравка и пахнут. Так, вот мы пробили, значит, бананы вместе с яйцами. Мы добавляем, да, красоту. Ну, так вот я попробую. Можем добавить сейчас сюда еще шафра. Не жидковато? Все, все, все. Давай. Давай чуть-чуть вот сейчас вот еще, да? Я вот прям. И все. Все, достаточно. Для цвета. Да. Они очень нежные, и их нужно будет прямо с любовью переворачивать. Они будут разваливаться. Перевожу. Да? Нет. Нет? Не пугай меня. Как сказать? Аккуратно нужно подцеплять и аккуратно переворачивать. Поэтому будем делать небольшими. Давай, у меня, я обычно пользуюсь силиконовыми лопатками, но для оладушков я использую такую деревянную олдскул. Знаешь, почему? Потому что иногда силиконовая там как-то подцепляет не очень удачно, а эту раз, и все. Так, ингредиенты. Я помню эту ароматную приправку. Вот, мне знаешь, есть отдельно еще для выпечки, но даже вот такая кофе десертом, достаточно добавить себе в чашечку кофе, в чашечку чая, десерт куда-то, все. Уже и сахара не надо, да? Потому что вот такой аромат. Вообще, прям божественно. Да, поехали. Это что-то там с чем-то, да? Там корица, кардамон. Так, достаточно. Я готова. Так, ну все. Есть какая-нибудь такая ложка, но большая, больше, чем обычная ложка? Ложка, но больше, чем ложка? Ложка, больше, чем ложка. Нет, да? Нет. Есть поварешка, больше, чем ложка. Больше, чем... Ну, в принципе, давай ложкой. Давай ложкой. У меня просто есть такая специальная большая... Отскул, как ты говоришь. Я не знаю, откуда она такая, какая-то такая прям огромная ложка. Специально обученная ложка. Мне нужно сюда масло чуть-чуть? Да, да, вот смазать нужно, да. Давай капелюшечку. Капелюшечку, да. Как обычно. Как обычно. Вот так вот. Все, и просто кисточкой раз-раз, два-два. Да, да. И все прекрасно. Так вот, для удобства вытащу, да? Ну? Ах, можно разом. Но, но нет. Да? Давай, по чуть-чуть. Уже все, да? Ну, мне кажется, что можно попробовать. Я не сторонник того, чтобы было сильно разогрето в данном случае. Очень хорошая консистенция получилась. Да? Давай. У тебя дети такое едят? Ну, конечно. Куда они денутся? Разрыхлите, ничего такого не добавляйте. Нет, не добавляю. Видишь, они как бы такие небольшие, да? А мне нравится? А нам и не нужны большие. Нет. И все, больше не будем. Ждем, да? Потому что, если еще как бы соседа присоседить туда... То будет один большой оладушек. Это будет большой оладушек и неудобно будет. И можешь вот так вот попробовать, какая консистенция. Мне нравится. Она воздушная там получилась. Это получается сколько бананов, сколько яиц? Два банана, два яйца и стакан. Я скажу сейчас, две жменьки. Жменьки. Две жменьки, ну, вот такие, да. Смотрите, какой у вас размер жменьки и ориентируйтесь по консистенции. Да, у кого какая жменька? Вот. Ну, собственно, я буду их караулить. И сразу видно, когда они начинают уже подготавливаться. А они теряют грянец. Вот. Это первый признак того, что с этой стороны все готово, можно переворачивать. Да. Я буду ждать. Я от них не отойду. А я знаешь, чем длинусь сейчас, чтобы время не терять, так как быстро время проходит? Я сразу для салата, наверное, почищу яблочки. Да. Нам нужны будут яблоки, сельдерей, авокадо, куриная грудка. Абокадо. Еще в морозилке у нас подмораживается, господи, клюква брусника. А, хорошо. Мы ее будем взбивать в блендере, а потом кипятить на... Это будет соус? Да. Хорошо. И потом будем поливать этот салат вот этим соусом. А пока, знаешь, я не могу отвлечься. Ну, правда, завораживает. Пока рано. Пока еще глянцевость сверху есть. Но они уже стали попушистей. Они приподнялись такие чуть-чуть. Да, да. Такие намекают, что они скоро будут. Можно будет сделать... Ну, давай, вообще, честно, чтобы тебе было легче. Я вот, честно, я как-то... Нет, ты еще не сплоти. Я... Другой стороне, да. Я и... Я и... А, вот она. Да? Да? А это... А это... А это... А это... А это... А это... Что я подразумеваю под максимум результата? Это когда семья сытая. А... Когда есть польза от еды. Потому что есть понятие, оно очень давно введено в диетологию. Это понятие пищевого мусора. Что туда относится? Что... Мама... Обработанная мука. Туда относятся чипсы. Все чипсы, майонезы, кока-колы, все газировки. Майонез, приготовленный в домашних условиях, или без консервантов, не является злом, кстати, да? Согласна, согласна. Кто бы как ни... Я боюсь их переворачивать. Так. Почему? Твои оладьи, иди разбирайся. Не знаю, боюсь их. Ну, не бойся. Подожди, я же таки... Подожди, я беру все-таки силиконы. Давай. Рано. Нужно даже... Вот я тебе говорю, что их вот... Так вот. С разных сторон. Чип-чип-чип. Да, да. Они такие. Или они еще не готовы? Я боюсь. Сейчас, подожди. Ювелирная работа, да? Чуть-чуть. Ну, что, как вот они так? Может быть, их под крышкой надо? Да нет, я так жарила. Ты вот так жаришь? Да. Ты видишь, что он сырой внутри? Еще пока. Может быть, чуть-чуть. Ну-ка. Они такие нежные, да. Утю, какие мы нежные. Очень. Даже не перевернешь. Что делать? Ну, стоит того. Стоит того. Просто принорбиться. Вот так вот я и аккуратненько говорю. Мои хорошенькие. Сейчас. Если что... Вот. Знаешь что? Мы так не договаривались. Вот им чуть-чуть, да? Вот чуть-чуть, и они уже практически... Ой, хорошенькие. Давайте быстрее переворачивайтесь. Сейчас, подожди, еще не все. Я сама, сама. Все уже? Да, занимайся. Ну вот. У тебя яблоко там. В общем, ну, красивые же. Какие красивые, да? Ой, да знаешь, как... Я у нее спрашиваю, я говорю, знаешь, как пахнет? Я чувствую, что она вот стоит рядом, и все это тоже чувствует. Да. И вот сочетание сладкого, естественно, с соленым, таким, можно сказать, даже не сильно соленым, но нейтральным творожным сыром, вот это вот кисломолочка, очень, очень, очень. Очень, даже очень. Я с тобой соглашусь. Сейчас вот это 4 оладушка у нас только времени занят. Зато я знаю, чем я буду занята ближайшие 45 минут. Продолжай, не отвлекайся. Я поняла. Мы колбаски успеем приготовить? Скажи. Успеем. Да, успеем. Мне нужна колбаска, нужна духовка. Да, духовка у нас есть. Я их выкладываю сюда? Да. Пусть они чуть-чуть... Я не жду своего часа. Да, остывают, и мы их промажем потом с сыром. Итак, мне нужно пережарить примерно 3000 оладий, судя по количеству теста. А вы смотрите рекламу и возвращаетесь к нам. И вот все ради этого, представляете, такой маленький-маленький-хиленький оладушек. Ну, очень вкусный, кстати. Правда? Очень вкусный. Очень. Поэтому я дожариваю и каким-то чудом переворачиваю остальные банановые оладьи. А Маша тем временем делает что? Салат. Делаю салат. Молодец. А для этого нам нужна будет обжаренная куриная грудка. Не обязательно на гриле, но я люблю на гриле. Не, в нашем случае обязательно. Знаешь, почему? Обязательно. В школе есть в хозяйстве сковорода-гриль. Да. Будьте любезны, пожалуйста, использовать. Либо гриль. Да, либо гриль просто. Да. Ну, в данном случае сковорода-гриль. У меня дома гриль. Да. Электрический, двусторонний. Наверное, тогда его, наверное, смазать, да, нужно будет уже капелькой лучше всего? Что нам нужно будет? Нам понадобится для этого салата. Это два разных яблока по сорту. Зелененькое, желтенькое, красненькое, неважно. Сельдерей, авокадо, куриная грудка на гриле. Все это будет заправлено соусом из греческого йогурта с добавлением горчички. А еще один соус, там даже двойной соус, так скажем. А еще один соус будет у нас из брусники. Поэтому я уже бегу, да? Подожди, она еще не разогрелась для куриной грудки. Не беги. Так. У меня ювелирная работа. Я поняла. Поэтому меня, пожалуйста, от банановых оладьев не отвлекать. Тогда мне нужно будет просто спросить, где можно взять глубокую миску? Вот здесь. Да, открывай. И она такая на тебя смотрит, глазами сейчас флопает. Все, что мы делаем... Если бы мы добавили разрыхлителя, их бы, знаешь бы, как сейчас тут? Думаешь, да? Ну, я так думаю, да. Что с разрыхлителем оно все как-то изначально пушистее. Тихо, спокойно. Не делитесь. Ну, придумала ты мне, конечно, наработку. Молодая сама. А почему они такого цвета? Рассказываю. Потому что банан – это такая сахарная штука, которая... Ну, нет, на самом деле банан один, наверное, из лидеров по содержанию сахара. А сахар имеет особенность карамелизоваться. И это карамель. И знаете, как они пахнут? Это смесь запаха леденцов. Помнишь, патушок нам палочек? Да, сжженного сахара и банана. Ой! Ничего, ничего. Как вылетел? Продукт избегает от нас, и это нормально. Так. Все. У меня тут нормально. Сейчас будет следующая партия. Очень быстро, кстати, готовится. А, насчет авокадо. Он просто зеленоватый. Я знаю, что нужно будет. Нет, насчет авокадо, знаешь что? Есть золотое правило. Сначала разреживаю пополам, потом его почистим. Потому что я не видела еще ни одного человека, как-то бы сначала почистил алкадо, а потом не упустил бы его из рук. Ты сейчас подтвердила статистику. Нет, все хорошо. Если бы было по-другому, я бы сказала, первый в жизни человек. Но нет. Поэтому нормально. У которого не улетела. Потому что... Протри его салфеткой, потому что если его еще намочить, он такой гад скользкий. Скользкий тип. Видишь, как я... Какую ошибку глупую я совершила. Нет, нет. Ты, кстати, нормально. Ты в статистической выборке все хорошо. Не переживай. Ладно. Так, а я продолжаю заниматься с банановыми уладьями. Беру большую ложку. Я их пока все не пережарю, я не успокоюсь. Поэтому извини, пожалуйста, ты его из меня. Сама, все сама. Вот. У меня получилось. Хорошо. Мы не ищем легких путей. И это не про нас. Да. Все, начинаем. Все. Делаем. Можно произвольно. То есть можно... Я правильно понимаю, что задача просто нарезать все это дело? Да, да. Яблочки будут брусочками. Авокадо тоже постараемся как-то будет. Тоже брусочками. Я думаю, что сельдерей вот такими вот тоже. Ну, этот салат может сойти и за полноценный обед. Потому что есть... Куриная грудка. Да, есть белок. Так, а у нас сковородка уже... Подогрелась. Да? Да. Можно будет. А, прям вот. Прям целиком? Даже не разрежем, не побьем? Можно разрезать, можно побить. Я вообще не... Давай, знаешь, как сделаем? Ну, я бы предложила такой вариант. Не знаю, как ты к этому отнесешься. Пока он всегда тебя слушает. Просто, чтобы она была быстрее готова и железобетонно готова, мы отделяем малое филе от большого и нарезаем вот такими вот. Отлично. Как у тебя красиво все получается. Нам столько хватит? Нам столько хватит. Да, одно филе. Все, достаточно. И вот сейчас укладываем филешечки вот сюда и до готовности грилюем. Хорошо так звучит, да? Да. Все. Этого нам будет достаточно. Ну-ка. Ну, мои сладенькие, как вы себя чувствуете? Вот только так с ними. Да, приходится уговаривать. Это первый в моей жизни оладьи, с которыми нужно вот прям быть в диалоге все время. Ты говоришь, нужно добавить разрез пилитель? А посмотри, вот чем больше стоит тесто, чем дольше. Видишь, у них появились кратеры. Да. Обратите внимание. То есть все равно происходят некие химические процессы, окисление, там, так далее. И, конечно, вот мы видим такой эффект. Если бы мы добавили сразу, разыкипли, они были бы толще. Ну, я не думаю, что для нас это сильно критично. Выглядят они и без того довольно неплохо. Самое главное – это вкусы. Да? Это правда. И вот видно, что они уже, кстати, со всех сторон такие пористые стали. Не только с одной стороны. Тут еще жидковато. Курица обжаривается до готовности. До готовности обжаривается курица. Также брусочками мы ее режем в этот салатик. Но яблоко мы не поджариваем, да? Ух ты! Ага. Ух ты! А, могли бы. Это. Ну да. Давай. Можно также закреливать яблоко. Прямо вот так, а потом нарезать. Давай. То есть, во-первых, мы придаем вид внешний симпатичный. А во-вторых, мы еще, знаешь, такие… Я же говорю, что мы чуть-чуть хитрим. Мы добиваемся следующего эффекта. У нас яблоко становится помягче. Так, сейчас курицу прилипнем. Вот так. И не вздумай прилипнуть, малыш. И все. Еще один пиццовый. Ну вот, как ты мне подсказываешь, да? Какой-то у меня рецепт. Раз, что-то дополнило. Вообще круто. Так всегда. Мы же фантазируем с тобой. Вот яблоки, если их загрилевать, вот, у них чуть-чуть другой оттенок вкусовой появляется. Они становятся помягче. Почему бы не пользоваться этим, если есть сковорода-гриль? Вообще. Вот сейчас я себе прям на заметку взяла. Они опять же карамелизуются. Так. Маша. Я все поняла. Мы договариваемся с тобой, что ты меня не отвлекаешь. Да, да. Потому что, потому что не надо. А нет, все хорошо. Ну, я сейчас напугалась. И зеленое яблочко тоже, да, мы поджарим? Да. Сейчас, дождей, разделю. Ой. Ну, ладно. Все хорошо. В полном вкусе. Жарим, все нормально. Так. Курице нужно будет время дать на отдых. Угу. Потому что так куриное филе готовится очень быстро. За счет той температуры, которая мясо набирает от сковороды, там температура довольно приличная. И когда мы, то есть волокна сжимаются, сок весь собирается, потом мы снимаем курицу с огня, даем ей полежать, температура выравнивается, волокна расправляются, сок растекается. Вуаля, сочная курица. Как вкусно. Как красиво. Вот прям так откладываем в сторонку. Так, оп. Так. На. Яблочком. Да, мы отправляем яблоко. Сюда. А ты слышала такой лайфхак? Чтобы авокадо доспело, его нужно положить в пакет с бананом. Да, слышала. Но ни разу не делала, честно тебе скажу. Ой, какая она красивая. Потому что... А почему я так не делала? А почему? Не знаю. А еще вроде как бы и в рис не можем его. Ну, в рис кладут, чтобы лишняя влага уходила. А я знаю лайфхак, когда говорят, уронишь смартфон в воду. Срочно нужно положить в рис, чтобы рис вытянул влагу. Тут вот фу. Вот, соль. Ну, в общем, все, что тянет в влагу. Все, что тянет в воду. Да. Нам еще много нужна вадушка? Скажи мне. Да, я думаю, что хватит, да. Спасибо большое. Ну, просто спасибо, добрый человек. Просто сейчас, да. Нет, давай еще парочку. И все. О, видишь, оладьи уже повсюду. Так. Слушай, ну, грилеванные яблочки, это, я тебе скажу, прям что-то, да. Какие мы с тобой молодцы, что мы это дело придумали. Это самое лучшее, когда на ходу приходит мысль. Да, вот здесь я их просто чуть-чуть вот. Чтобы они остыли. Да, капельку. Чтобы ты не обожглась, когда будешь их нарезать. Хорошо. Еще украсим потом мятой, все это дело. Ой, знаешь, я тебе хотела рассказать, спорю, что я принесла с собой. Это, вот я обратила внимание, что это какая-то странная соль. Приправа. Странная соль, а все просто. Есть такая у нас продается, по-моему. Абхазская соль. А, ну, в общем, со специями. Да, со специями, с приправками. Просто выдавливаешь очень много чеснока в эту соль. Так. Ну, то есть вообще очень-очень-очень много прям. И эту соль хранишь в холодильнике. Вот так все просто. И эту соль хранишь. И она нормальна, да? И она нормальна. Ну, потому что... Соль-кальсервант, конечно. И чеснок тоже, он, как бы, имеет свойство такое. Вот. Это сделали, это сделали. Нужно сейчас, наверное... Я подожду, пока яблоки, да, остынут? Чуть-чуть. А в блендере тогда, может быть, начнем... Давай, давай. Для колбаски. Потому что лучше мы потом... Для колбаски. Доделаем все остальное. Так, в блендере мы должны смешать что? 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 Куриная грудка. Индейка. И куриная печень. Это все нужно чуть-чуть измельчить, да? Да, ну вот смотри. А ты любишь, когда вот колбаска, она не однородная, да? Например, ты там вкрапление, в общем, мяско. Как будто это ветчина. Ну, да. Можно так сделать. Сейчас подожди, я косточки подрюю. Прям маленькую-маленькую часть оставить. Может быть, там грудки или индейки. Порезать очень тонко, да? Вручную. Да. Ну вот в данном случае я вот взяла голень. Можно брать и грудку индейки, да? Естественно, это будет... Это будет по-другому. По-другому. Да. Но я думаю, что, в принципе, у нас уже есть здесь грудка присутствует, поэтому... У индейки очень интересно расположены кости. Да. Настолько интересно, что... А этим временем я тогда... Прямо пока вытащишь их, думаешь, ну, ты индейка даешь, конечно. Главное проверить на то, чтобы больше их не было, потому что можно попасть в не очень приятную ситуацию. Так, вот это я бы перемолола. Угу. Хорошо. Все, тогда вот сюда, да? Да. А вот грудку можно нарезать. Угу. А я тогда смешаю соус для... Один из соусов для нашего салата. Угу. Давай. Для этого вот обычный греческий йогурт, чуть-чуть горчицы. И все. Все. А соль там, вот какие-то вещи? Подсолить можно будет. Немного. Тут будет буйство вкусов в этом салате. Хорошо. Буйство... Буйство. Осень. Да. Буйство красок. Да-да-да, я об этом. Так, Женя, печень тоже сюда? И печень сюда. У нее. Так, а сюда какие-то специи входят? Там соль, перец, что-то еще? А вот я и принесла. А, то есть это прям вот оно сюда и идет целиком. Все, я поняла. Тогда засыпай сама, сколько считаешь нужным. Так, ну здесь. Два. Приблизительно. Так, так, так. Мы же еще забыли, у нас вот что еще. Ага. Половина луковки. Половина луковки. А как ты относишься к тому, что если мелко мы, ну, порежем чеснок и тоже сделаем, потом там будет? Как будто бы он там был. Как будто он там был. Хорошо. У нас сегодня все убегает. Это нормально. Вот я сделала соус. Заправка. Вот так. Это сюда, сюда. Нам нужно будет еще немного кабачка чертова на терке и отжатого. Это тоже сюда. Это тоже сюда. Хорошо. Сразу после короткой рекламы продолжим, потому что я хочу, чтобы наши зрители увидели, каким образом получается этот фарш для колбасок. Обсуждаем как раз вот ту самую знаменитую соль чесночную. Может, ну тебе сейчас достается право торжественно превратить все это в фарш, потому что у тебя нога от блендера. Да. Вот она, доставай ей прям. Да. Еще нужно будет, нам нужен будет кабачок. Кабачок. А где кабачок? Вот тут все в порядке. Кабачок нужно натерть. Половинку? Да. А натереть и отжать? Да, чтобы он не был мокрым, потому что... Ты уже делала эти колбаски? Делала. Что тебе дать? А я вот смотрю, консистенцию. Ну, если мы сейчас добавим туда еще кабачок, в принципе. А где ты? Чуть-чуть, чуть-чуть жидковатая. Ну, в общем, всегда нужно смотреть, да, и на глаз нам добавлять. Так, если кажется, что жидковатая, добавьте... Что добавьте? Добавьте мясо побольше. Я отжимаю воду. И можно уже фарш мне в миску, да? Так, я добавляю сюда? Да. Вот он, отжатый кабачок. Ага, и туда прям. Если что, мы можем это дело чуть-чуть загустеть, может быть, из нарисовой мукой. К примеру. Нет? Норм. Давай. Попробуем. Мне кажется, нормально. Может, оладьи? Раз. Я сегодня с оладьями вообще, как ты видишь, на ты прям. Кстати, это прикольная тема. Хотели сделать колбасу, и получилось, оладьи, да? Пошла за хлебом, купила платье. Это нормально. Нет, просто мне кажется, смотри, жидковато прям. Загустить? А чем ты думаешь, загустить рисовой муки? Ну, я, конечно, так не пробовала. Нет, я тоже так не пробовала. Это у нас шкурка от индейки, все хорошо. Это все по плану. Все по плану. Так. А вот теперь, если добавить еще грудки. Давай. А мы же фантазируем по ходу. Да. Так. Становится она? Форму принимает? Или не хочет? Но уже получше. Нет, ну еще бы. В тебя курицу добавь, тоже будет получше. Я думаю, что попробуем из этого. Пожалуйста, мы можем все. Ну, у меня чуть-чуть поплотнее был фарш, честно, когда я готовила. Честно. И нормально, да? Нормально. Ну, ладно. Так, вот еще по аромату, как ты думаешь, нужно? Давай. Да? Да. Сейчас я еще чеснока добавлю. Так, все, ну. Так. Чесночка, чтобы он там тоже, да, попадался вот такими крупными? Может быть... Ну, давай. Может быть, как-нибудь, типа, тирина? Ну, типа, паштета? Давай попробуем. Ну, он дольше лучше, чем колбаски. Ну, ты думаешь, завернем? Я думаю, что... В колбаску. Завернем. Мы сейчас просто с помощью фурги попробуем сделать... Давай, я сейчас нарежу чеснок тогда. А, хорошо, хорошо. А я буду делать форму. Да? Нужна будет... В чем мы будем? Форма. А, лоточек. Для запекания. Я еще... Да. Давай, чтобы колбаски были небольшие. Так. Максимально. Да? Да. А я вот здесь пристроюсь рядышком. И чесночок. Мне кажется, вот прям как раз, да? Да. Один. Думаю, четыре. Что-то мне так кажется. Смазать нужно будет фольгу обязательно. Капелька масла. Да, конечно, конечно. Вот масло, вот капельки. Капельки валерьянки. Да. Капелька масла. Хорошо. А что такого? Пошла за хлебом, купила платье и что? Да. Мы, девочки, имеем право. Ничего не знаю. Очень даже хорошо. Так, а что-нибудь там в мире перец какой-нибудь? Можно добавить перчика, но вот знаешь, вот в этой приправке, которую вот добавила, там в принципе вообще все есть. Хорошо. Да. Маша, я готова. Так, ну давай. Я не знаю, что делать просто на этом. Давай, я буду смотреть. Ну, берем всякую штуку. Всякую штуку. Ну, как-то вот сейчас. Оно все там, естественно, под воздействием температуры белок свернется и примет форму ту, которую надо. Нужно, да. Вот. Так как-то вы прослушали аутотренинг, где ему все получится. Да нет, правда, все будет хорошо. Да, с двух сторон. Да, надо накатать друг на друга это дело. Она все равно в любом случае, она будет той формы кругленькой по бассейн. Вот так. Она сбоку покидает, сбегает, зараза. А если что, можно будет еще, да, фольги, чтобы плотно, чтобы сок. Вообще у нас фольга подотчетная, но тебе можно. Сок не вытек. Довольно нежность такая получается. Да, я поплотнее беру фольгу еще. Знаешь, бывает такая, как микроны. Или как? Правильно-то их. Я, наверное, еще в одну заверну. Да, мне кажется, нужно на несколько раз, прям так плотненько. Она там такая мягкая. Да. И вот это меня и смущает. Ну, она же должна стать... Ну, белок в любом случае свернется и... Я всегда переживаю. Переживаю. Ты знаешь, что все получается? Да. Так. Нет, нет, все хорошо. Клади наискось. 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 Сейчас работа пойдет слаженней. Лучше так или так? Как скажешь. Нет, давай так. Так. Все по-другому. Две девочки делают колбасу. Давай. Все вот так вот. Ну, в общем, тут точно 4 где-то... Мы готовили по принципу рубленые колбасы, да, чтобы оставались крупные кусочки, чтобы было что почувствовать. С утречком, да? С чайком. Нарезом. Хлебушек. Зерновой. Красота. Закатывай колбасу. Ну, вот жидковато чуть-чуть получилось, но я думаю, что... А мы посмотрим, что будет в итоге. Что-то же должно у нас получиться обязательно. Обязательно. Все нормально укатывается, прекрасно. Давай я эти две уже поставлю, остальные будем докладывать, чтобы они были в процессе. Хорошо. Как скажете. Ого! Тут у нас все закончилось практически здесь. Ну, а наш программ продолжается, и сразу после короткой рекламы мы еще доделаем салат, еще у нас оладьи банановые, и все это нужно подать красиво. Программа «Будет вкусно» продолжается. Обращайте внимание на линейку для дома «Вивин». Это средство для сильно загрязненной вытяжки не требует дополнительной механической очистки. Справляется даже с застарелыми жировыми отложениями, особенно если нет возможности слишком часто мыть кухонные шкафы. Кстати, это средство создает специальный слой, который препятствует повторному быстрому загрязнению. «Вивин» для чистоты и уюта в вашем доме. Мы продолжаем сейчас. Момент, когда мы готовим брусничный соус, да? Да, еще один соус к нашему салату. Нам нужно будет взбить брусничку, пробить блендером и поставить это все на огонь. Так, ну, опять. А я курицу пока нарежу? Да, курицу. Так, за брусочками. Да? Угу. Так, как? Где? Как? Нет, в другую сторону. Ага. Да. Угу. Все. Жми. Жми. Вот замороженная брусника тем и особенно, что ее нужно ложечкой собирать. Угу. А я вот так вот, так вот. А ты так? Эй, маракасики, танцы. Ладно. А зачем она нужна за мороженое? Расскажи. Я уже вот думаю, а зачем, да? А зачем? Нет. У нее получается другая совершенно консистенция вообще в соусе. То есть, если вот именно начиная с замороженной... Я тебе верю. Я тебе, конечно, верю. Так. Ложечка. И вообще просто так можно, да? Вот уже все, смотри, смотри, как он называется-то? Чербет. Так, на, попробуй. Ага. Сочная? Очень. Ммм. Максимально сочная курица. Очень вкусно. Это вот, к слову, куриная грудка сухая или невозможно есть. Да, да. Да ладно. Давай поменяемся. Я встану на танцы с бубнами, а ты займешься дальше салатом. А у меня дочь любит прям вот так. Да? Да, чербет. Очень вкусно. Очень полезно. Нет, ну я верю, но... Она сахарочек присыпает туда, нет? Она мне нужна будет, потому что яблочко... А, в смысле... Да, когда чербет. Она спросила, мама, а ты, говорит, сахар туда добавляла? Я говорю, нет. Надо бы сказать, да. Все, теперь добавляем сюда. Да? Да. И провариваем. Да, чуть-чуть прям он закипел и снимаем. Все. Ну да, я с тобой согласна, что замороженное как-то прям совсем поинтереснее. Да. Соль? Чуть-чуть. Знаешь еще, что можно добавить? Корица. Вот прям... О, да. Такую нотку сделать прям. Чуточку такую. Так, во-первых, возьмем соль. Щепоточку. Вторую. Движется. Этот соус очень хорош. К мясу, мне кажется. Да. цвет такой. Кстати, сейчас очень полезно, да? Да. Я вот понимаю, что как раз, наверное, ребенку надо давать такой щербет. Постоянно. Сезон. Так, у меня готово. Остываем. Да. У нас осталось 7 минут на все по всем. Что нужно сделать с нашими банановыми оладьями? Что нужно сделать? Промазать их, красивенько уложить. Маска. То есть я вот смазываю вот этим вот, да? Да, творожным сыром. Любым. Какое любите больше. Так, мы возьмем большую тарелку. И смотри, как мы делаем. Просто смазываем и пытаемся закрутить. Можешь не крутить. Можешь просто сэндвичем делать, как ты вот сказал. Мне вот понравилась идея, потому что смотри, они получились очень тоненькие. И мне кажется, что они прямо так и просятся, что вот раз друг на друга. Пока складываю сюда, потому что вижу уже, что не подходит тарелка, которую я взяла. Она слишком большая. Ты знаешь, вот такой сэндвич на завтрак в качестве десерта. Это самое оно. Так. Та-дам. Смешиваю я все это. Так, попробую. Вкусно? Ужас прям. Значит, почему важно использовать такой сыр? Ты правильно сказала. Сладость банана. Ты так смотришь, у меня какой-то пни сыр где-то остался. Нет. Сладость банана и соленый сыр. Ммм, космос. Да. Маша, это очень вкусно. Как я люблю, когда ты приходишь в гости приглашать. Я буду придумывать. Кстати, вот на самом деле, я так это люблю делать. Вот не люблю что-то такое шаблонное, обычное. Да, обычное. Ну, конечно, сыр с бананами-то. Оп. Мне очень нравится. Так. Так, ложечку. Уху. Смотри. Ха, видела? Прям все точно? Прям по счету. Очень круто. Это все перемешивание. Мне так нравится у этого салата аромат, потому что вот сельдерей придает. Можно спросить, а сколько человек мы ждем в гости? На две сосиски и таз салата. Человек, рожденный в Советском Союзе, он априори готовит тазиками. Да. Ну, а вдруг? Нет, конечно. Что, это даже не обсуждается. Вдруг это постучит. Друзья, соседи, родственники. Да. Послушай аромат этого салата. Горчичка, как дала, хорошо, да, оттенок? Да. Очень достойно. Да. И мы еще возьмем, вот в данном случае у меня лайм. Так вот. Хотя можно и лимоном, да? Можно и лимоном. Вот так вот слегка. Угу. Так, чуть-чуть. А вот этот соус куда? А вот сейчас мы будем выкладывать и украсим. А, мы будем выкладывать. Тогда я не зря взяла вот эту большую вот тарелку. Наверное, да. А давай вот так вот возьмем, наверное, листики, да, красивенькие? Давай. Вот. Соус наш остыл? Ну, он старается, как может. Ну, ладно. Думаю, что... Сейчас, дожди. Минимум. Ой. Сочетание ягод и корицы. Давай. Давай. Выкладываем наш салатик. Ну, прям заходит этот салат на ура. Я маленькую ложечку взяла. А ты по щипчику переверни. Эх, серьезно. Ну, правда. Вот так. Сейчас как-то вот. Угу. Ну, вот так. Вот, пусть будет так, да? Так, что мы делаем? Мы берем... Мы берем наш соус. Знаешь, у нас начинают пахнуть колбаски, но они еще не готовы. Ждем? Ждем. Потому что им надо догадаться. Кто же хочет сырой колбаски? Никто не хочет сырой колбаски. Но мне понравился принцип, что мы еще печень добавили. Да, они должны быть очень нежные, послушные. А когда обязательно в холодильнике, то она вообще будет форма. Угу. Вот. Ну, вот как-то... Как-то так. Произвольно. Красоту. Вот так вот. Вот так. О-о-о. Хорошо. Итак, яблоко. Два вида. Два вида яблока. На гриле подготовлены курица. Да. И яблоки. Сельдерей. Да. И авокадо. Авокадо, да. Соус, значит, у нас греческий йогурт, любой вообще йогурт без наполнителя. Горчичка. Такая русская? Русская. Чтобы эх... Да-да. Угу. Вот. Хорошо. Ну, собственно, и все. Режем брусочками все это. И подаем. А соус второе у нас с бруснички. Жрители помнят, что колбаски находятся в духовом шкафу. Вот. А мы демонстрируем то, что уже готово. В качестве ингредиентов для колбаски мы использовали, проверяем, индейку и печень, и лук, и чесночную соль. Все это вместе переблендерили. Добавили туда мелко рубленную куриную грудку. Вот. На фольгу, смазанную маслом, мы выкладываем фарш, закручиваем колбаской. Очень важно в несколько слоев, чтобы сохранить сок внутри. Да. И ставим. Температура у нас, вот у нас конкретно 220 сейчас стоит. Нормально, да? 180, 200, 220. Да, я думаю, что где-то минут 25, 20, 25. Потом важно охладить и потом открывать. И так они будут очень хорошо держать форму. Идеально для завтрака. Очень. Вот. Особенно для тех, кто любит позавтракать плотненько. Ну и при этом очень это будет очень прям полезнее. Я думаю, что, ну, как-нибудь. Прям вот последние штрихи. Да. В окончании нашей программы. Как-то. Не знаю. Пусть будет это такой творческий, творческая красота. Беспорядочная. Готово. Маша. Спасибо тебе большое. Мы дожидаемся с Машей колбасок. А наша программа сегодня подошла к концу. У нас все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!